Не я для системы, а это, условно, система для меня. И для женщин такие условия являются именно дискриминационными. Менты карте не видели, что с нами работать. И это здание специально открыли для нас. Так, ну, Алена, мы с тобой столько прошли. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Варто не что работать. Это важный инструмент для защиты наших прав. Это правоабранч и подкаст «Вясна прядя», а с вами Катярина. У сеговику 2024 года пришла до нас интересная новина. Комитет ААН по ликвидации дискриминации в отношении женщин задоволил скаргу двух белорусок. Марины Дубиной и Алены Дубовик. А подеи, которые с девочинами произошли, относятся до уже нам далекого 2017 года, когда были антитунияцкие протесты. Чому варто чекать 7 год и 7 год змагаться за адновление своих правов? Як было у 2017 с умовами утримания и затриманием у паравнанни с теперешним часом? Чому варто звертацца у КЛДЖ, то бок Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин? Про все это мы говорим с нашими героинями, скарга яких у КЛДЖ была задоволенная. Давайте про это послушаем. А вось наша героиня. Привет! Меня зовут Марина Дубина. Я экологическая активистка. Меня звать Алена Дубовик. Это важный момент, потому что у скарзи этой докладней у отказе. К КЛДЖ написана Елена. И Елена на латинице написана, а на самом речи я Алена. А я не веду, что еще додать. Я активистка, вось анархистка. Пылный час займалась питаниями экологичными. Вось, ну, якби не одмовляюсь я до их зараз. Скорее есть потреба, то волонтери, например, в Экадемии. Это был март 2017 года. Тогда в Беларуси проходили марш нетунеядцев против принятия декрета о тунеядцах. И я ехала на марш нетунеядцев в Минске, который на тот момент был разрешен и согласован городскими властями. И подъезжая к месту сбора, на остановке меня с моими друзьями задержали прямо на остановке и затащили микроавтобус. Люди были в штатском, не представились, ничего не объяснив, просто силой схватили нас и затащили микроавтобус. Меня затрымали пасля акции. Гэта был знакомитый троллейбус 31 падается на Бангалор. Кратей. 33-й? 33-й. Так, я уже забылася, слухай. Давно не была у Беларуси. Значит, меня затрымали разом с яще пятью-десятью человеками, які выходили за гэтага троллейбуса. Нават не так не выходили, а их уже выводили, нас выводили усех. Тому, что мы сели усе у гэты троллейбуса и намагались заехать с площы Бангалор. Але ж не отрымалась, потому что перекрыли шлях гэтому троллейбусу и на наступном раз припына к нас усех падаставали. Гэтага троллейбуса и, ну, як бы гэта отрымалась. Пасля таго, як скончылся акция, гэта былі тунеядскія протесты у Менску в 2015-е века 2017-го года. Потом нас привезли в РОВД, мы сидели в коридоре, туда привозили еще других задержанных с марша или те, кто шел на марш, или просто прохожих, которые были рядом с местом проведения марша. И потом нас по одному вызывали в кабинет и просто составляли протокол якобы за сопротивление и хулиганство. И предлагали подписать его в протоколе. У всех были стандартные формулировки, что люди ругались матом в публичном месте, хватались руками-ногами за форменное обандирование сотрудников милиции, ну, и тем самым нарушали общественный порядок. У всех все было почти как бы под копирку, ну, и понятно было, что это было превентивное задержание с целью недопущения участия людей в митинге, хотя он был и согласован. Да, мне дали 14 суток, я не согласилась с протоколом, я настаивала на том, что это превентивное как бы задержание, что сотрудники не были ни в каком форме на магнитировании, никак не представлялись. Я, конечно же, не ругалась, не махала и не хваталась за них. И мне дали 14 суток, и я отбывала эти 14 суток вначале на Окрестино в ЦИП в Минске, а перед днем воли почти всех, кто содержался на Окрестино, перевезли в Жодино. И оставшиеся сутки я отбывала в ИВС Жодино. Потому что они расчищали место перед днем воли, мам. Да, это было очевидно, что они готовились и вывозили всех людей, чтобы освободить камеры и места для предстоящего дня воли. И далее тебя чекает с неволиня у 12 суток у Минску. И на подставе гэтых умов утрыманья была складзена скарга у КЛДЖ. И какие там были умовы утрыманья на той момент? Мы иногда размовляем про 7-гадовую даунину. Ну так, да рэч, это вельми цикава, потому что первые 2 суток я была у ИВС на Окрестино, а наступные 5 дзен я была у ЦИПе на Окрестино, а позднюю участку я была у Жодино. Ва усіх гэтых трох установах розные были, ну, як бы, абставены и умовы. Дзимна зараз будзе казаць, пасля 20-го года, а леш у ЦИПе было лебрза всё на Окрестино. Ну, што хочца сказать? Ну, першые 2 суток я была на УИВСе, и гэта было, гэта пасля суда было, и, ну, як бы, менты. Ну, нехай будет. Я па-иншаму просто их назвать не могу, менты карте, и не ведали, што з нами робить. И тому гэта был спачатку УИВС, и гэта было дзилно, тому што я не неразумел, што робить з нами, и просто, ну, як бы, я была у камеры с двамя дзявчинами. Там было тёмно, али тёпло. Вась. Про ежу нічого сказать не могу, тому што я, у меня была голодолка, калі мне, вась, ператым, як мне присудзіць гэта суткі, я аб'явіла голодолку, калі я не будуць. Гэтаму судзю есьман. Такий был. Моя венду его. И он, забігаючи наперед, он адзначывся палітичными дзяванными присудами ўже ў пасля 20-го года. Тобок ян... Ишы ў 10-м, пасля 10-го, таксама. Тобок ян пачынаў ў 10-м, прас 17-й год, і ў 20-м вось ўо пік кар'єры. Так. Вось. Значыцца, ну, ИВС, тобок, гэта так, хутка, канваіры, і вось гэтае прадольные, вельмя непраемные супрацовнікі, неведые людзі. Ну, карцей, яны просто, ну, гэта як ў турмя адносіны. Тобок там, не па імені да мене, не там дзявчына, а бабка, там, ну, вось такія непраемные штукі. Вось. А потым цып, ў цыпі, ўсё тое, што тычыцца, ну, якбы, сапрацовнікаў, які там афарамляюць, даглядаюць, ўсё такое, гэта таксама непраемные, вельмі людзі, таксама адносіны, як да контэнгенту, ну, я не ведаю бездомных людзей, карцей, там, ну, тых залежных ад пэмных, там, я не ведаю алкоголюць і наркотыкаў, ну, карцей, да, людзейкі, ну, там, нек непраемна выглядаюць, паводзець сапі, ну, для большасті. Вось. Алеш, я трапіла ў камеру, якая, як я потым зразумела, была паказальнае. Тобок, па першы, там былі дзяўчыны, яны все былі росіянкі. З Росеў, значыцца, ну, іх розная історія былі, яны там на той момант, калі я ўжы туду трапіла, яны там былі адна там сім місяцца, ў другая амаль год, тряцца три місяцца, тобок, яны там жылі, яны доглядалі за гэтай камерай, яны, ну, якбы, працавалі за тоя, каб ім давалі махчымасць выісті, там, ну, хацяб ў дворік па ветрам падыхаць, за цыгарэты, за махчымасць сходіць там ў душ, і, ну, якбы, за вось гэтая махчымасць, яны добра дахлядалі гэтую камеру, праўда, там вось гэтая місяцца, дзе, якбы, так званы туалет, ну, тобок, дырка ў палу, але ж яна была, ну, якбы, больш-меньш чистая, там, періодычна, яны мылі хлоркай гэта ўсё, ў іх там дазвол был на, кабу іх було просто ведро, і бутэлькі, з яких, ну, там, якбы, зручній, там, праймаць, ну, нібыта душ, да, там, ці там падмывацца, я не ведаю, і тёплая вада была, і, ну, якбы, з большага було не тоя, каб зусім дрэнна, ну, нармалёва, і я розумею, што, якбы, гэтая камера, мінавіта, была паказальнае. А за што гэтай росіянкі сядзелі? Нешто па міграційным штукам? Так, ў нікаторых просто не було документаў, анікаторые займаліся простытуціей, іх, ну, якбы, калі арештапаліся, разумелі, шо ў іх так сама, ну, якбы, не беларускай грамадзянства, нічога нема, каб прысутнічаць пэвну час ў Беларусі. Вось, ў адной, я так разумею, была кража, ну, так, там, украмене што, не што такое, ну, табак, яны, вось, такі, залётная просто дзевчыны, які чекалі, ці падцвержыня іх, ну, якбы, асобы з боку Російськай Федераціі, ці, ну, просто, там, аплочаных, ну, вось, гэтых, депортаційных мамантаў. Вось, такія людзі там былі. Ну, яны із большага прайемная жаншыны, ну, такія смешная, яны, канешна, дзевіліся, што я там такая, і за што я туды трапіла, вось, і чаму я не праймаю ежу, і чаму ў вогалі такі кіпіш, вось, не шакана здаруся, о, мы гэты ўстанаве. А який кіпіш? Ну, як, нас була шмат дзевчыны, мы там не так просто сіделі тихінька, мы там намагаліся, там, адзін, адну падтрымліваць, праз гэтую кармушку, там, ну, якбы, калі зранку, там, у нас прайверка, і кожны называй сваю імя на калідоры стоячы, то с сусідніх камер, канешні, все там, эй, прайвет, там, падтрымлівалі, ну, ты бог, і акрамя таку, што мы, там, учынялі такія, ну, якбы, адзін, аднаму падтрымку, ну, мы яще і патрабавалі, там, нечыга, там, на прогулху высті, ці, вось, у душ, там, ці, калі, някому становілась і дрэнна, то, канешні, мы там білі у тармаза, і нам було усю ровна, хаця гэты дзевчыны казали, ня-ня-ня, толькі не чыпай гэту чырвоную кнопку, ну, якбы, такое. Давай я расламачамуць гэты мову спеціфічную, біцю тармаза, гэта. Ну, гэта выклікаць прадольнага, калі, напрыклад, ту камера няшта здараюцца, ну, там, дрэнна чалавеку ці, ну, я не ведаю, паде сашконкі верхній, і там няшта лама, ну, розны, ані, ненармалёвые абставіны, ці просто, ну, калі, там, таблетка патрэбна, ці няшта іще, ну, гэта махчымасьць выклікаць і даволі хутка гэтага супрацовніка, таму што так, на просто, калі я буду крэчаць ў тарм, ў кармушку, там, нумар камеры, то ён прыдзе прас, не ведаю, прас пару годзин. Чакао мене асабістая така цікавнаць, мене палітвязні распавдалі прадавіць на клапа, гэта тоя ж самая? Так, я думаю, гэта тоя ж самая. А, окей, разабраліць. Ну, кожны сваё, кожны в розной камере, там, с розным контингентом, кто должен, там, даже сидеть, может быть, там, и клапы, и там ассоциация такая. В семнадцатом году на Окрестино мы сидели в камере на четыре человека. У нас у каждого, ну, было своё отдельное, как бы, место, ну, в отличие от тех условий, которые сейчас, как бы, есть на Окрестино, или в которых я сидела в двадцатом году. Не было в камере горячей или тёплой воды. Иногда выводили на прогулки. Была еда. Были сотрудники, в основном, мужчины, работники ЦИПа. И туалет был в камере ограждён. Вот. Это из условий, которые были в Минске. В Жодино были гораздо хуже условия, потому что это было, как бы, старое здание. Когда нас привезли туда, было видно, что там давно никто не находился. И это здание специально открыли для нас, тех, кого туда, как бы, привезли. Там было безумно холодно, и они говорили, что у них даже нету возможности включить отопление. Мы просто находились всё время там в куртках, во всей одежде, которая, как бы, была. Спали, как бы, во всей одежде, потому что было безумно холодно. Камеры были в худшем состоянии. Например, туалет просто, как бы, плодырка, которая не была вообще, как бы, огорожена. Была только одной такой, небольшой, как бы, стеночкой огорожена. Где-то, там, по уровень, не знаю, по поясу, с одной, как бы, стороны. При этом со стороны двери можно сотрудники, которые заходили, получать. Они заходили, и туалет всегда просматривался. Вот. На Жодзина не было женщин-сотрудниц, а, следовательно, все сотрудники были мужского, как бы, пола. Они ходили и проверяли их в глазок, и ходили, открывали, как бы, двери иногда. И, следовательно, у тебя не было возможности, там, не знаю, переодеться спокойно. Не было возможности спокойно сходить, как бы, в туалет. Не было возможности спокойно подмыться. Вот. И не было горячей и теплой воды в камерах. Как ты пришла до оскарги у КЛДЖ? Спочатку ты обскарживала на национальном уровне. И там были отписки к шталту, что вы закон о подаче заявлений, обращение от граждан не так сформулировали, и таму вам не што там туды-сюды. А вы отказывали, что это не по существу, потому что вы подавали на умовы утрымания скаргу. Да, там не што была некая, типа, я не думали, что это была танина, а лишь наша адвокатка ящая раз падломачила, ну, наступным зворотам, что, до чего, и потом пачли выше обскарживать отказ. А кольки вы инстанции прайшли на обскарживание? Блин, я гэтага так сама не памятую, ты больше вас ты меня запытала, як я пришла до того, кабы обскарживать всё. А гэта не я пришла, гэта адвокатка до меня пришла. Кажет так, ну, Алёна, ну, мы с тобой стольки прайшли. Ну, як бы, я тебе бачила, я тебе приходила цып и ўжодзіна, каб, ўжодзіна эта реча не пастіли, ў цып, ну, каб с тобой размовляць, давай, як бы, что-нибудь гэтым зробим. Я бачила тебе, и гэта не вельмі добрый стан. Я такая, так, давай, не вопрос, зараз у меня стан лепши, всё, пагнали. Ну, як бы, на самом речі, мене не тікайла, кольки треба будзе обскарживать, кольки инстанций треба прайшти. Мені паддаецца гэта такі працэс, які, ну, як бы, ён ідзе паралельна моему жыцю, мою працнікай, там, некім моім цікаунстям, таму, ну, як бы, яно ёсць і ёсць, я гэта раблю. І гэта па перше, а па другое, ну, блин, шторхать гэтую систэму, я дыму, што, ну, гэта нормалёвая штука, таму, што не я для системы, а гэта, словно, система для мене, для мене, як для чалавека, яна павінна працэваць, таму, як бы, ось, хадзілі, падавалі звароты, скаргі, ў розныя, ну, як бы, адрымліваюцца ўцып, на жодзіна, потым ў гэта суды гэтых районав, потым ў вишэйшэя суды, потым... Самый вишэйшэй. Да, верховны суд. І при гэтым, ну, як бы, там было такое, што для таго, каб падаць скаргу вишэй, трэба спачатку ў гэты суд, там, ўславна, першэй інстанцій прэсті, яшэ, там, взяць гэтае все документы, перачытаць, зразумець, дзе, там, можы быць, павныя хибы. І мене, більш за все, канешні, падыбался хадзіць туда, і гэту всё перапісываць ў канцелярію, ці дасадзі, яшэй раз нагадваць пра сябі, што... Ну, таму, што я разумею, што адшуваючы, як гэты ўвесь працэс адбываецца, не так шмат людзей ходзіць і пінаць гэты суды. Збольшы га людзі думаць, ой, мне б толькі адзін раз там адбыць і забыць. А мне вось, прэнцэпава, наравіцца, ну, як бы, менавіта штурхаць гэту систэму, махчыма ё там не дзе расшатываць. Ну, гэта нармалёва. І каб яна працавала, менавіта, а не просто, ну, як бы, там, вершылі сэбе законы права, і не узгадывали ні про кого, а сами там сэбе не штатили. Вось. Після того, як ми вэшли суток, я обратилась в правозащітний центр «Весна» за помощью в обжалуванні условів садзіржання і з целью того, щоб були проведені разлічні, как бы, проверки, в каких условіях садзіржались. Задзіржанні і жінчіна, і мусіна. І ми писали вначале жалоби як в органі МВД, і вони відписували, що вони дзвісно провели проверки, розбирательства, нікаких нарушень виявлено і установлено не було. Однак, с результатами по итогам цих проверок нас ніхто не ознакомив, потому що було установлено, що це матеріал для внутріннього пользування. і потім ми обратились вначаль в центральний суд Минска, а потім вже і в висшестоящу станцію, це в Минський городський суд. і це зайняло навірно несколько років прохождення всіх цих інстанцій. І потім благодаря допомогі ініціативі адвокатки було передложено і решено подати жалобу непосредственно в Комітет по ліквідації дискримінації в отноші жінчин, международний орган, тому що внутри государства ми не змогли добиться изменений каких-то і решений. І решили, що так як Беларусь євляєцем стороною конвенції, то важливо виспозюватися такою можможністю. Чотири годи назад випадали скаргу КЛДЖ. І прийшло нарешті рішенні комітету по ліквідації дискримінації в отноші до жінчин. І там, я зачитаю, отмічається, що дискримінацій услові содержання і жістоке обращення нарушали їх права. Постоянне наблюдення за ними мужчинами-охранниками, отсутствие элементарних средств гигиены, мыла, туалетной бумаги і другі нарушення, квалифіцірованні як жістоке обращення, нарушающе частну жістю, достоінства і права заявітельниц, які були приговоріни к адміністрасінному аресту на 12 і 14 суток. Вось. І такоя ращання комітета, першіе пытання, як ви да його поставіліся? Це було святочний дзень, не чаканая навіна? Ну, гэта, да, гэта дакладна не чаканая навіна, не святочный, гэта, ну, якбы, шыроговы такі дзень, але ж не чаканая навіна, ну, асабліва о дадзіных абставінах, калі ўжо 24-й і адбываець просто жахній, які ў наші країні, ну, якбы, і просто нема прасвету, а тут вось такое. І гэта такі пріемны момант для мене, я думаю, што для наші адвакаткі яшчэ бальш пріемны момант таму што, ну, якбы, працу зарабіла добра, гэта вынік. Не ведаю, што далісь гэтым, але ж, ну, якбы, зразуміла, што варта нешта робіць, таму што гэта, ну, якбы, такі падмурак, може быць, для того, каб, калі мы вернемся в Беларусь, нешта, ну, якбы, менялась. Пытання, ти можеш, ты вспомніць, калдайже, якім гэта був дзень, гэта бува нічакана? Я пам'ню, што мне написала адвакатка і паздравляла нас, но, наверне, с одной стороной, у меня було ащущэнє, што это уже так давна було, што я уже успела забыць, і пасле сімнадцатого года стока всіго праизашло, і условія садзяжання тож на сутках очень существенным образом как бы измінілись в худшую сторону, но для мене це було достатньо важне рішення, і, звісно, і безусловна заслуга адвокатки, яка довела цей процес, тому що це довгий процес, це зачастую складний процес, він требує і времени, і сил, і не завжди люди готові доходити до конца, але я считаю, що такі прецеденти, вони важни, і я була дуже рада, що ми вмісті це зделали, і що спустя дажа столька лєт це рішення єсть. А вось за гэта іскаргі мене засікавіла, ну вось так, адсутство елементарних срезів гігієны, мыла, туалетній бумагі, це то, про що зараз проходять сотні, ці бадаю, що тысячи, ці прайшлі ўже тысячі беларусів ісабліва пасля 20-го года, але вось цікаво, што гэта ісю стаму і в 17-м годі існовала, і она може біць отпрацовувалася, а вось пастоянае наблюдення за вами мущінами-охранніками, гэта про што? Гэта пра цып, і гэта пра тое, што нават ў гэтай показальнае камеры єсть две, были, махчим, і зараз єсть две маленькі камеры ў двух кутах, а які накераванныя видыя камеры, так, накераванныя на, ну, зразумела, на центр камеры, але ж, за кошт того, што яна не такая великая, то отрымліваць, ну, там просто ўся простора бачная, і якбы, і місце, дзе можна там, ну, от умывальнік, і дзе можна помыцца, і прибиральня, ну, якбы, яно праглядываць ў все. Там не, нема куды схавацца. Окей, камеры, махчима яны там не працують, што ці, калі выключаецца святло, дарача, яно тады яшчэ выключалася не полностью, а такі робіўся, ну, так, не досыць інтэнсівны, а такі, ну, такі, тыпу, начнічок свет был, вось, то, ну, не бытам, може, там і не бачна нічога, ну, табак, был час, ну, якбы, калі можна більш так, индэвидуальны, там, свыя речі робіць, але ж ўсё ровна, от там, кожныя, падэцца, пятнадцать хвілін, ці паў годзіны, абавязкова, ў дзверы, ў глазок над кармушкай зазіраў прадольны чалавек, ну, якбы, які, ну, там, працюе так, але ж ён вось кождая пятнадцать, там, пятнадцать-тридць хвілін заглядаў, і ў гэты момент мы маглі робіць, ну, якбы, свае звычайныя, там, справы, да, ну, там, ў прибиральніці просто мыцца, вось, ну, а ён паглядаў, і гэта пра тое, што ў глазок ён таксама сочыць, і большу ўчастку часу, што я там знаходзілася, меня там утрымлівале, гэта былі мушыны, там, була толькі адна жаншына супрацовніца, і яна была толькі адзін дзень працывала там, а вось астатній час гэта мушына, яна таксама глядзяць ў гэта гучка, гучка, ну, працавнік комітета па ліквідація дзэскримінаціў адносіна да жаншын Эльгун Сафараў ў рэшэнні КЛДЖ на кант вашга зварота сказаў, іх асабая патрэбнаці как жэншын, включаю фізіологічаскі і медзэцэнскі, не былі прыняты во внімане і переставляляля сабо дзэскримінацію па признаку пола. Можы пракаментуваць гэта рэшэнні і які асабая патрэбнаці жэншэн ўзніволі не ёсць? Так, ну, напрямер, мы в своўих жалобах писали о том, что ў жэншэн ес, напрямер, понятно, що такі ўслави, о которых я говорила, да, напрямер, що туалетам не огорожен, или що нету, как бы, тёплой води і возможності там подмыць, или що в душ только один раз в недельку, как бы, води. Они, ну, недопустимы і для мужчин в том числе. Но ў жэншэн ес, напрямер, особенна типо потребності, і для жэншэн такі ўслави являються именно дискримінаціонними, потому що, вона, вона ў тебе нет никакой типо інтимності, і, напрямер, каждый раз, коли ты вонужнен переодеваться, или, напрямер, сходить в туалет, или помыться, подмыться, как бы, ты все время находишся под наблюдением сотрудников милиции мужского пола. С одной стороны, они всегда смотрят видеокамеры, которые находятся в камерах, прямо на туалетах как бы находились, а, следовательно, не було возможностей вообще никакого уединення. Ты, напрямер, переодеваешься или моєшся тоже всегда на виду, в любой момент, даже, когда ты просто как бы идёшь в туалет, может открыться дверь, и могут зайти сотрудники, как бы, мужчины. И, следовательно, такие условия, они являются именно дискримінаціонними по отношению к женщинам. Это с одной стороны. С другой стороны, у женщин есть особенные потребности, например, в личной гигиене или, например, в период как бы менструации. Это необходимость доступа к тёплой воде, чтобы можно было принять душ, чтобы можно было подмыться, что не было вообще как бы обеспечено ни в Минске, ни в Жодино. И, например, у меня такая как бы ситуация сложилась, что после Жодино, именно ввиду таких условий и ввиду холода, у меня обострился цистит, воспаление мочевого как бы пузыря, которое я вот лечу и до настоящего момента. И 7 лет как бы я страдаю и борюсь с этим заболеванием только из-за тех как бы условий, которые были на тот момент в камере. Ну, потому что как бы у тебя не было возможности ни тёплого питья, ни нормального медицинского как бы обследования и предотвращения такого воспаления. Ну, и понятно, что ты, когда находишься постоянно в холоде и у тебя только холодная вода типа в камере, то, конечно, это может привести как бы к разным последствиям. Вот у меня как бы привело к такому хроническому заболеванию. Мне тут хочется поднять такую проблему, что, ну, я такую гипотезу выкажу, типа, гадишься ты с ёй, что умова утриманья, ну, калі казать толькі про умова утриманья, вось, про такі пласт, то яны заусёд были жудасными. Вось, назирання хоўнікалу, не было туалетной паперы, не альга помыться нормально, и вось, хэта ўсё. Яно было як минимум, як мы бачим, дякуючи отказу ответу к ЛДЖ, яно было як минимум ў семнадцатам годзі, ата як минимум, на сам речі да гэтуль такое было, але больш широкая грамаства про гэта довядалася ўже ў 2020 годзі, калі туды трапіла вельмі шмат людзей невиновных. І вось, отрымливайцца, можа быць, дзержава, яна так адпрацовывала на больш нішавых, вибачаю, на больш нішавых активістах, адпрацовывала гэты умовы трымання, бо это частка репресій, а потім уже на широкій кола грамаства так типа распаусюдзіла. Што ты можеш про гэта сказаць? Я пэмную частку падтрымаю, я думаю, што я падтрымаю твой тезіс гэты, але ж я хочу дадач, што дзержава не той, каб адпрацовывала, ну, якбы, там, гатавалася, ці што. Я думаю, што дзержава просто па іншаму не можа. Прынамся гэта дзержава улада па іншаму не можа. І ана не магла змяніць гэты умовы далепшага. Просто не було таких памкнэнняў, жаданняў і ў вогуле ну, ў іх свет іншы. І таму я не чакала ніколі, што яны нешта выправяць. Выправяць, да, тых нормаў, яких дамагаюцца там, ну, права абаронцы, адвакаты, да. Таму што, ну, якбы, для мене ў вогуле такі віт пакаранне, як пазбавлэння волі, гэта вельмі ён не выправляе. І гэта, ну, просто для мене гэта ненармальна. Таму, якбы, палепшыць нормы узняволэння, ну, такое, гэта такі ні то крок, ні то незразумела што. Але ж, я просто разумею, што лада, а дзержава не може па іншаму. Таму, яны, якбы, гатаваліся, яны просто былі ўвесь час гатавы. Просто ў пэвны момент там сарвала нешта, і яны просто ўжу масава пачалі гэта робіць. Хатя, ну, якбы, раніх гэта было так выбарчны, як ты сказала, да нішавых актывістов. Вось. Але ж, я хочу зазначыць, што, пакуль не пачался 20-й год, то, канешне, былі вось гэтыя дискримінація, ўсё той, што ты перелічыла, яна ўсё прысутнічала. Але ж, всё ровно, мы былі палітычныя, зневолянныя, нават стыя, хто адміністратыўку сідзелі, то, всё ровно, мы былі, ну, не быта ў привилігірованым некім стані, таму што ў нас і былі перядачы, ну, там, ў 10-м годзі, ў 17-м нам нават перядачы пряносілі. У 17-м ўшо было цяжэй атрымаціх, табук там, мне, наприклад, ў цыпі выдалі ўсё, што мне перадалі за 5 дзён, толькі ў дзень, калі мене пераводзілі ў жодзіна. Алеш, хаця б аддалі, да, і я там бачила гэты і паштолкі, і письма, і ежу мне аддалі, і вопрадку, якбы ўсё, ўсё у меня было на жодзіна, хаця там, ну, якбы, не лепш было. Ну, тако, а таму часы розныя, алеш, пры гэтым дзержава ніяк не паліпшалася, не змінялася і ставлення да затрыманых. І вы падавалі 4 гады таму, і 4 гады вы чакалі рэшэння? Да, это небыстрый працэс, с адной стороны, вначалі ты проходзіш, не знаю, внутренняя, как бы, інстанція, потім ты подаёш жалобу, потім ты ждёш её, как бы, рассмотрення, і вот, рішення ми получили, получается, в этом году, спустя 7 лет. Но я считаю, що все рано, якщо є можливість використовувати механізми, і Беларуся ще не динансировала, как бы, все своі международні, как бы, соглашення, і, якщо є така можливість, понятно, що кожна сам, сама выбирає, наскільки вони готові, наскільки у них є ресурси, наскільки вони себе чувствують безпасно і комфортно обращаться в міжнародний стан. Я считаю, що це важний інструмент для захисту наших прав, і навіть якщо не зараз це змінить ситуацію, то є можливість, що в будущому це змінює, якби, ситуацію. яким чином? Це може повлиять на услови содержання административно задержанних в будущем. Це може повлиять на те, що будуть зафіксировани на міжнародному уровні і розсмотри нарушення не тільки практичного характеру, але, наприклад, і законодателіства, і, наприклад, то, що в Беларусі немає антидискримінаційного законодателіства, і це може способствувати тому, що при возможності і інших обстоятельствах в Беларусі буде змінена не тільки практика, але і законодателіна база, котря буде ісключати такі дискримінаційні практики в будущому. Ну і, улічуючи якій-то шлях прийшла дякуючи КЛДЖ, ці заклікають, що людей звертається у КЛДЖ, тому що шмат жінчин прийшло праз такий шлях, праз невоління, праз адміністраційныя, праз крымінальныя. Ну, я спадзюся, што заклікаєш, у вас закліч, гэта заробіць. Так, я заклікаю, канешні, але ж я заклікаю ставіцца да сібі ашадна вельмі, і калі гэта вельмі тяжка, эмаційны стан, і просто, ну, за таго, што ёсць, ашча там гэта жывая травма, да, то астерожній. Але ж, ўсё ровна, гэта, ну, просто варта разуміць, што мы як, ну, калі мы будзем падаваць гэты аскаргі кожна я ці там групамі нейкімі, так, аб'ятновацца па некіх там признаках, то напаўна гэта малінкі кірпічікі, ну, якбы такі цыглінкі да велікага мура там, ну, нейкай больш не ведаюць, твёрдай такой Беларусі. Я думаю, што гэта будзе палязна ўсім. Я бы, наверное, хотела сказати, что нам може казатися, що у нас нету там сил і ресурсів самим с этим справляться, защіть свої права, інтереси, но є організація, ініціативи, і даже отдельні, якби, активісты, у котрох є такий опыт, є такі, якби, знання, і можна к ним обращаться, в тому числе і в правозащитний центр «Весна» ілі к адвакатам, каторых ёмогут паддзіржаць в этом путі. Калі вы жанчына і сутыкнуліся з порушэнням сваіх правоу, то вы можыцца падаць скаргу ў КЛДЖ – Камітэт по ліквідаціі і дискрімінацію ў адносінах до жанчын. Хоць гэта працэс не гудкі, але іміна Вітайонда паможа зафіксаваць порушэнні вашах правоу і дамахчыся справядлівасті. Спадзіюся, сёнішні історія, якую мы распавялі, історія дзьвух беларусак – Алены Дубовік і Марыны Дубіной – вас натхніць на гэта. А калі вы не вядайці, як падаць скаргу ў КЛДЖ, то можыцца звертацца ў правоабаранчыццэнтр вясна за юрдычныя допамогай. І падзіліцець гэта інформація з іншымі, бо гэта вельмі важна. На гэтам сё, я з вами развітваюся і жыдаю вам працягуваць бараніць свае правы навад ў гэты неспакойный час. З вами была Катярына. Пакуль! Субтитрувальниця Оля Шор